Всем здравствуйте! Сегодня у нас обзор новых тканей из интернет-магазин тканик колор. Ссылочки на все ткани на магазин оставим в описании. Многих женщин лечит шоппинг и поднимает им настроение. У меня это, наверное, тканинг, я могу это так назвать. Когда мы получаем новые ткани, у меня всегда прекрасное настроение, у меня всегда очень много идей. И сегодня мы с вами рассмотрим, начнем с интересных и будем заканчивать самыми интересными. И в серединке будут интересные. То есть я вот так вот их размешала, чтобы было более интересно смотреть. Вместе с тканями мы заказали нитки. Нитки нам, как бы, такие цвета, вот такой зеленый. Цвет травы нам нужен будет, потому что здесь у нас в заказе присутствует такой оттенок. И серенький, то есть мы подбирали тоже, чтобы были. И есть еще вот такие вот аппликации, я вот сюда вот их вот так вот положу, чтобы было видно. А потом будем рассматривать все ткани. Начинаем с очень интересного штапеля. Просто, ну, просто необычный. Настолько он классный по своему принту, стильный. Из этой ткани можно сшить разнообразие, огромное. Смотрите, вот платье в таком стиле можно пошить. Можно пошить типа платье-рубашка. Сюда же подойдет и будет очень интересно смотреться и какая-то, допустим, блуза. Это может быть блуза как вот такого варианта, да, с кругленькой горловинкой. Так может быть просто в стиле рубашечном. Я имею в виду, что воротник, пуговицы, манжеты. Тоже будет смотреться шикарно. Кстати говоря, вполне, я так думаю, что вполне подойдет даже и мужчина. Еще один штапель. Однотонный. Такой нежно-нежно розовый, коралловый такой оттенок присутствует. Очень интересный. Вот, кстати, к этому штапелю у меня уже есть интересная блуза. И мы ее в скором времени рассмотрим. Давайте его теперь рассмотрим вот на манекене. Невероятно красивый принт. Я не могла пройти мимо этого принта, мимо этой ткани. Скорее всего, из нее я буду шить либо блузу какую-то интересную, либо здесь будет платье-рубаха. Вот этот штапель. Очень нежный. Каждый раз, если вы приобретаете штапель и хотите из него что-то шить, не забывайте, что нужно обязательно продекотировать. Но я всегда рекомендую постирать. В том режиме, в котором вы будете стирать обычно свои изделия. Потому что натуральные ткани, они дают усадочку. Еще один штапель. Тоже невероятно красивый принт. Такой вот оранжевый, розовенький, на белом, с серыми такими вот оттенками. Сюда подойдут такие романтические платья. Что-то будет очень интересное, красивое, если это будут плешеные платья. Вот так вот где-то так положить, чтобы принт был. Можно платье Макси делать. И, кстати говоря, вот если мы возьмем именно вот эту тканюшку, и посмотрите на ткань, которую я уже повесила штапель, то, в принципе, они вот так вот даже перекликаются. Их можно соединять вместе и даже делать какие-то детали. То есть дополнять какие-то детали именно однотонной тканью. Очень-очень красивое, очень интересный трикотаж. Трикотаж люрекс, такой металлизированный. Из этого трикотажа можно шить, наверное, вечернее платье. Что-то такое очень интересное. И по самой структуре, вот здесь вот, и по самому плетению, вот как, я не знаю, передать такое ощущение, что он как бы 3D соты. Да, вот соты, а в сотах еще соты. Вот так вот просматривается. Очень интересно. Ну, давайте рассмотрим такое. Если мы будем, допустим, шить платье, такое строгое. Можно что-то такое сделать и с открытой спиной, допустим, тоже будет смотреться. Ну, вот сюда что-то, что-то именно такое должно быть сдержанное, потому что ткань сама по себе, она уже самодостаточная. Этот трикотаж сюда больше ничего не надо. Можно, кстати говоря, прекрасно что-то, драпировки будут смотреться, кстати. И по этой ткани можно ее, так знаете, одним словом сказать, огонь, просто огонь. Посмотрите, как красиво все ложится и драпируется. Просто-просто шикарный, интересный трикотаж. Он, кстати говоря, есть в разных цветах. Теперь рассмотрим Cotton Stretch бирюза. Я уже как-то показывала вам вот такой вот сарафанчик, который можно очень интересно пошить, обыграть под футболочку, допустим, можно его одевать под какую-то рубашечку. И у меня тогда был джинс черненький. Ну, я думаю, что черненький тоже классно, но можно сшить еще и из именно вот такого катона. Этот катон прекрасно подойдет. Сейчас я на манекен вывешиваю. Если, допустим, мы с вами можем шить брюки, это могут быть всевозможные сарафаны, это может быть какая-то интересная платье-рубашка, это может быть интересная юпочка. Здесь вариантов очень-очень много. Шортики тоже сюда же. По плотности он такой тоненький, как раз летний, хороший и стрейчевый. Кстати, платье, которое на мне, и штапеля. Этот штапель тоже с этого же магазина, ткани Color. Ссылочку на платье оставим в описании. Я сейчас так чуть-чуть смещу манекенчик, покажу, что платье здесь клешоное. Вот клеш, мы его шили от начала до конца. Рукава здесь тоже интересные. И вот такой вот идет поясочек. Интересная линия горловины со складочками. Возвращаем все на место. И джинс стрейчевый, черного цвета. Переходим опять сюда. Из этого джинса можно шить также сарафанчик. Я вот такой вот показывала. И он прекрасно подойдет, если мы будем шить брюки. Бриджи. Вот натуральный джинс, который вы знаете, что когда вы покупаете в магазинах, на рынке, джинсовые брючки, это именно такой джинс. Черный. Я его сильно раскладывать не буду. Он более плотный, чем мы с вами смотрели катончик. Но он тоже летний. То есть это не такой прям плотный-плотный, знаете, зимний. Еще тоненький джинс серенького цвета. Вот у нас и нитки. Сюда под этот джинс я выбирала. Джинс именно летний. Из этого джинса можно шортики шить, можно юбочки шить, тоже сарафан можно шить. Прекрасно тянется. Смотрите, насколько он такой стрейчевый, классный. Тянется по ширине, по длине, растяжимости нет. И он такой идет цвет, как меланж, да, потому что он не имеет одной тональности. Здесь перекликаются более светлые тона, более темные тона. Конечно, на лето подойдет вот такой вот тонюсенький натуральный батист, который идет с вышивкой, прошло называется. Прекрасно можно шить летние сарафанчики, летние блузочки, топы. Будет все прекрасно сочетаться. Единственное, что я как бы не учла и не заказала, совершенно забыла. Батист там есть такой вот однотонный, я имею в виду не вышитый. Ну, вот такой вот натуральный, вот как вот здесь вот. То есть надо было его заказать, потому что, как вы видите, он светится. И, естественно, нужна будет подкладка. Можно сочетать этот батист, например, с вискозным трикотажем белого цвета. И делать, допустим, трикотаж верхнюю часть, а потом пошла юбка в стиле кантри, например. Будет очень интересно смотреться. Или сейчас в моде, сейчас очень часто шьют, именно вот полоска, допустим, трикотажа, вот полоска вот такой вот ткани, вот такого вот батиста. Коль уж мы с вами заговорили за трикотаж, вот у меня вискозный трикотаж, без которого, наверное, летом никто не обходится, потому что это футболки, это всевозможные сарафаны, здесь и бриджи, и все что угодно. Такой светло, ну не совсем светлый он, да, но он и не темный, ближе к светлым тонам и с сердечками. Опять-таки можно пошить тоже разные платья, разные сарафанчики. Он очень тоненький, мягенький, и ширина, если я не ошибаюсь, здесь метр восемьдесят. Сейчас я на манекене вам покажу его. Кстати говоря, с этого трикотажа прекрасно будет и домашняя одежда. Почему? Потому что это будет очень комфортно, она дышит, она очень эластичная, да, ну то есть трикотаж эластичный, я имею в виду домашняя одежда, очень удобно, если шить. Можно всякие туники сюда же, следующий трикотажик, тоже вискозный, вот такой вот полосочка, красненькая, она здесь, наверное, где-то одна идет сантиметр, одна где-то сантиметр-два миллиметра красная. То же самое сарафанчики, то же самое мы можем с вами домашний халатик, допустим, пошить, просто тельняшку, тоже будет очень красиво смотреться. И сюда же, кстати говоря, я вот сейчас возьму наклеечку, вот, да, прекрасно подойдет, если мы что-то сюда вот так вот, допустим, наклеим. То есть в этом сочетании будет хорошо. Ярко-зеленые нити, которые я вам ниточки показывала, вот эта нитка идет к этому трикотажику, тоже вискозный трикотаж. Очень красивый, сочный, ширина метр восемьдесят, прекрасно тянется и в одну, и в другую сторону. Вот, кстати, с такого вискозного трикотажа, вот он такой тонкий-тонкий, но я в том году пошила себе комплект. Это были у меня такие бриджи, и была футболка с такой наклейкой на завязках. И, кстати говоря, я прекрасно его носила, мне было удобно для поездки в машине, вот мы когда едем, допустим, на море, и длительная поездка, это очень классно. Тонкий, летний трикотаж, двунитка. Вот такой вот он изнутри. И необычный принт, очень необычный, булавочки. Здесь разнообразие фасонов. Это могут быть шорты, это могут быть спортивные брючки, это могут быть разные футболочки, это может быть футболка пола. Хочу быстро найти, вот она у меня. Допустим, вот мы шьем футболка пола. Будет тоже прекрасно смотреться. Подойдет как для мужской аудитории, для деток, для женщин, для девушек. И если мы с вами возьмем вот сюда, вот, допустим, зеленый оттенок, можем тоже его как бы сочетать. Ну, у меня вот такой вот салатовый цвет. Я футболку мужу шила недавно. Чуть-чуть-чуть, он такой посветлее, да, чем этот оттенок. Тоже сюда прекрасно подойдет. Кстати, платье тоже можно вполне пошить. Можно и сарафанчик. Вот так вот сейчас, как бы так вот. Тоже можно сшить. Шортики, маечка. Вот комплект, кстати говоря, для молодежи очень-очень будет прекрасно. Шорты, майка. Прекрасно подойдет и для моря, для поездки, для ходьбы. И он все-таки тоненький. Он тоненький, этот трикотажик, двунитка. Это не та двунитка, к которой мы привыкли. Это именно летний вариант. Конечно же, я хочу, чтобы вы написали мне ваше мнение, что вы видите из какой ткани, что лучше пошить. А мы будем стараться и показывать как можно больше интересных фасонов. Будем, конечно же, стремиться, чтобы все то, что мы показываем, было таким носибельным, если это можно так сказать. Ну и, конечно, модным и современным. Продолжение следует...